Нацбанк сам провоцирует дальнейшее увеличение инфляции, заявил депутат Мажелиса. Кому это выгодно? Чьими интересами руководствуется Нацбанк? Спикер Мажелиса Кошанов прокомментировал планируемые поправки в Конституцию страны. По его словам, в проекте изменений и дополнений предлагается убрать статьи о полномочиях Ельбасе. Уральцы простились с известным журналистом Романом Копняевым. Его сердце перестало биться на 50-м году жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В своем депутатском запросе в адрес премьера Мажелисмен отметил, что совместно с Кабмейном депутаты пришли к выводу, что базовая ставка должна снижаться. Однако 25 апреля Нацбанк принял решение повысить базовую ставку уже в третий раз с 13,5 до 14%. Многие развитые страны давно перешли на отрицательные реальные ставки. К примеру, инфляция в США – 8%, а ставка ФРС – 0,5%. У нас же наоборот. Базовая ставка выше официальной инфляции на целых 2%. То есть Нацбанк сам провоцирует дальнейшее увеличение инфляции. Ведь одна из самых страшных составляющих инфляции – это инфляция ожидания. В целом, таргетирование инфляции Нацбанком – это дымовая пропагандистская завеса, под которой уничтожается наша экономика. Депутат считает необходимым принять следующие меры. Министерству финансов изучить возможность выпуска госценных бумаг без привязки к базовой ставке. И в первую очередь распределять облигации не банкам, а пенсионному фонду. Тогда прибыль по ним получит население, а не банки. Нацбанк ответил сразу, что базовую ставку не будут снижать в ближайшее время. Депутат задается вопросом, кому это выгодно, чьими интересами руководствуется Нацбанк. Только в прошлом году банки на процентах под вкладом в Нацбанк и ценным бумагам заработали более 500 миллиардов тенге. И тогда базовая ставка была 9%. Видимо, им этого мало. В этом году доходы банков будут еще больше. Получается, для казахстанцев инфляция, а для банков благоприятная ситуация. Национальному банку и Министерству финансов регулярно публиковать держатели НОД и государственных облигаций и суммы полученного ими вознаграждения. Чтобы граждане знали, какие банки заработают на высоких ставках. Страна должна знать своих грабителей. Мы острые темы должны поднимать, крайне важно поднимать и постоянно должны поднимать. Но гнаться за острым словцом, к примеру, как назвать грабителями должностных лиц государственных органов, я думаю, крайне недопустимо. А мажористмен Елиов в другом запросе привел еще более шокирующие цифры. По его словам, необходимо оснастить современным оборудованием родильные дома. По данным Минздрава, износа оборудования в отделениях родовспоможения составляет от 50 до 85%. И это, по его мнению, приводит к человеческим жертвам. И новорожденные остаются без матери. К сожалению, показатели материнской смертности за 2020-2021 годы выросли в Казахстане почти в три раза. И составили 36,5 на 100 тысяч родившихся в 2020 году и 44,7 в 2021 году. При планируем показатели 17,1. С этими индикаторами мы откатились на уровень беднейших стран мира, которые ВОЗ обозначает как места с нестабильными условиями и гуманитарными проблемами. Большинство случаев материнской смертности, по словам депутата, можно было предотвратить, так как медицинские методы профилактики осложнений или их введения хорошо известны. Бауржанше Ахмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Закон о привилегиях Назарбаева планируют отменить в Казахстане. Спикер Межлиса Ерлан Кушанов в кулуарах палаты прокомментировал планируемые поправки в Конституцию страны. По его словам, поправками исключается статус Ельбасе. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы, Конституционный закон о первом президенте также утратит свою силу, сообщил Кушанов. Напомним, накануне стало известно о том, что из Конституции планируется убрать полномочия лидера нации. Кроме того, указывалось, что после внесения изменений в Конституцию, отдельного закона о статусе первого президента больше не будет. Но первому президенту пожизненно предоставляется государственная охрана. Он имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного оклада президента. По крайней мере, так сообщил Кушанов. Во-первых, изменения дают право на защиту чести и достоинства. Во-вторых, обеспечение вопросов социальной защиты, пенсии, транспортом и охраной. По информации спикера, Назарбаев как экс-президент сохраняет за собой некоторые привилегии, которые он перечислил выше. Ранее сообщалось, что закон о первом президенте гласит, что лидер нации обладает неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности. Он не может быть подвергнут обыску и допросу. Кроме этого, неприкосновенным является и все имущество, и совместно проживающим с ним членом его семьи. Первому президенту и его семье также гарантируется банковская тайна и неприкосновенность счетов. Так было. Но теперь все может измениться. Здесь исключен статус привилегии главы государства. Только историческая роль основателя этого государства осталась в этой конституции. Ожидается, что после принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте будет отменен. Согласно конституционному закону, финансирование расходов осуществляется за счет республиканского бюджета. Журналисты попросили подтвердить спикера, правда ли, что ежегодно на это с бюджета тратят 5 миллиардов тенге. Хошанов ответил, что под рукой у него цифр нет. Но вы же сами приводите цифры, сказал спикер. Боржан Шейхмед Ахмедер Ильязов, столичное бюро ТДК-42. Крупная партия поддельного алкоголя обнаружена в Карагандинской области сотрудниками территориального департамента агентства по финансовому мониторингу. Факт изготовления и реализации поддельной алкогольной продукции пресечен. Был установлено, что в арендованном складском помещении, расположенном в городе Сарань, был организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через рынки и магазины Карагандинской области. В ходе обыска изъяты пластиковые бутылки с суррогатным алкоголем в количестве 4 тысячи штук в общем объеме около 10 тысяч литров. Пластиковые тары в количестве 100 штук в объеме 500 литров. Виноводочные изделия в ассортименте в количестве более 20 тысяч штук в общем объеме около 12 тысяч литров. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 214, часть 1 Уголовного кодекса. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всего объема изготовленной и реализованной продукции. Уральск простился с известным журналистом Романом Копняевым. Его сердце перестало биться на 50-м году жизни. Всю свою жизнь он посвятил работе в средствах массовой информации, освещая самые важные события региона. Большую часть времени работал на телеканале ТДК-42. В последний путь журналиста проводили родные и близкие, коллеги и, конечно же, телезрители. Проводить в последний путь Романа Копняева пришли не только родственники и коллеги, но и ряд горожан, которые так внимательно следили за репортажами известного журналиста. В рамках профессиональной деятельности Роман Копняев тесно сотрудничал с представителями самых разных ведомств, освещая от культурно-массовых мероприятий до масштабных происшествий. Одним из самых активных журналистов, который к нам приезжал, делал сюжеты, интервью брал, пожалуй, был Роман. Довольно долго, на протяжении долгого времени мы работали вместе. Всевозможные мероприятия, которые проходили в нашем департаменте, он на злободневную тему всегда практически освещался. Профессиональные точки, очень грамотно, объективно. То есть все события, которые у нас происходили, с его подачи, всегда это было очень профессионально, очень грамотно, очень объективно. Ведущий ряда программ и автор тысячи репортажей, он брался за любую тему и любое событие. Главной целью журналиста было выполнение своего профессионального долга. Из его уст уральцев узнавали и новости о развитии города. Столбы в степи. Именно так сейчас выглядит микрорайон Акжаик. Его площадь составляет более 400 гектаров. В них планируется разместить целых 5 различных микрорайонов, в которых будут проживать 50 тысяч человек. Те, кто долгое время проработал с Романом Копняевым, говорят, что с ним было всегда интересно и приятно. Очень трудно говорить в такие минуты. Сегодня очень много людей пришло проститься с замечательным человеком, коллегой, другом Романом Копняевым. Скоропостижно скончался. Замечательный человек, хороший друг. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Крепитесь. Все программы «Талантливый журналист» вёл легко и непринуждённо. В то же время мог профессионально задать любые вопросы. Репортажи Романа всегда были ёмкими, лёгкими и запоминающимися. Такими же, как и сам их автор. Сегодня вот на такой маленький подвиг окунуться в ледяную купель отважатся тысячи уральцев. Главное, перед тем, как зайти в воду, не забыть взять с собой хорошее настроение и бодрость духа. Давай, давай, молодец! Продолжаем выпуск. И вот что вы увидите далее. Короля травмодола задержали в Уральске. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Оксюбинская область установила антирекорд по росту цен на продукты питания. В больших семьях приходится покупать еду в кредит, чтобы прокормить голодных детей. Экология вновь в центре общественного внимания. Жителями Мангостаусской области обнаружены туши мёртвых тюленей. Короля травмодола задержали в Уральске. Так назвал себя мужчина, угрожавший общественному активисту областного центра, который активно борется с незаконной продажей наркотических средств. В настоящее время полиции в отношении подозреваемого проводятся расследования по уголовной статье. Общественный деятель Аслан Утепов активно борется с незаконной продажей опиидного препарата травмодол. Из-за этого он стал получать звонки с угрозами. Позже в социальных сетях стали распространяться видео, на которых, предположительно, житель города, назвавший себя королём травмодола, вёл себя непристойно и открыто угрожал общественному активисту, после чего Аслан Утепов написал заявление в полицию. Посыпались угрозы со стороны некого Николая Карпова, хотя я его вообще не знаю, кто это такой. До сегодняшнего дня я, по крайней мере, не знал. После этого, когда пошли угрозы, посыпались угрозы общественности. Я считаю не только общественнику мне, я считаю, он наплевал на закон, наплевал на всех, наплевал на общество. И поэтому на сегодняшний, так сказать, день он понёс достойное наказание. Я думаю, понесёт достойное наказание. И при этом прокуратура, как бы, примет хорошее своё, так сказать, участие, чтобы такого гражданина, такого человека огородить от нашего общества. И вот так мы гуляем. На травмодоле держимся. Мои номера. Аслан, отдыхай, Мазёва. Пресс-служба департамента полиции подтвердила, что заявление от активиста поступило. В отношении Николая Карпова возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Республики. Его подозревают в незаконном обращении с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта. В данный момент проводятся следственные действия. В настоящее время департамент полиции Западно-Казахстанской области по данному факту проводится расследование. Меры пресечения в отношении гражданина не избраны. Другие сведения в рамках статьи 201 Уголовного кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежат. Иную информацию по данному делу в интересах следствия полицейские раскрывать не стали. Альбина Каленова, Айбула Джагапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Общественный транспорт в Уральске требует обновления. Об этом заявляют как пассажиры, так и сами перевозчики. На некоторых маршрутах автобусы заменили, но большая часть транспорта эксплуатируется уже 10-20 лет. Пассажиры-перевозчики заявляют, чтобы обновить парк, необходимы субсидии от государства. Но их выделяют в недостаточном объеме. Центральный рынок. В Уральске здесь, как правило, пересекается большая часть городских маршрутов. Люди, стоящие на остановочных павильонах, видят весь проезжающий транспорт. Вопрос о качестве обслуживания мы решили задать в первую очередь им. Оказалось, что большую часть автобусов они считают устаревшими. Многие автобусы действительно в ужасном состоянии, внутреннем, я ему и веду. Тем более, вот такая сейчас антисанитария в городе, да, пылища. Грязная, много ждешь, вовремя не приедет. Я не знаю, даже кондукторы вообще невежливые. Один из самых востребованных и продолжительных маршрут номер два. Замена автобусов на нем не проводилась уже порядка 10 лет. Это подтверждает и в городском отделе ЖКХ. Здесь заявляют о выдаче субсидий, которые, по словам специалистов, должны способствовать обновлению автопарка. Также напоминает, что за последние несколько лет частичное обновление пассажирского транспорта все же состоялось. Заменили старые автобусы на 20-м, 43-м, 22-м, 5-м и других маршрутах. В 2021-2022 годах перевозчиком было приобретено 79 автобусов среднего и большого класса отечественной сборки. За счет приобретения автобуса сократилась изношенность подвижного состава с 47% до 36%. По субсидию в текущем году хотелось сообщить, что в 2022 году с местного бюджета было выделено 414 миллионов тенге. На сессии городского маслехата было рассмотрено и поддержано выделение тех же средств в размере 800 миллионов тенге. Тем временем представители Ассоциации перевозчиков Западно-Казахстанской области открыто заявляют обо всех проблемах. Основная часть, по их мнению, возникает из-за недостаточного субсидирования со стороны государства. Из-за постоянной нехватки средств, недоувлетворительного состояния автобусов на линии выходит лишь часть транспорта. Это порядка 270 автобусов вместо положенных 420. Представляете, 150 автобусов не хватает. Из-за чего это? Из-за того, что год за годом дорожает все, все составляющие тарифы. В прошлом году из-за бюджета, наверное, нехватки денег, на этот год всего было выделено 414 миллионов тенге, что хватало только на январь-февраль месяце. И с марта месяца до сих пор субсидии перевозчики не получают. И вот 414 миллионов, они на год выделены были. А их, например, уже освоили за два месяца этого года. Еще одна проблема – нехватка водителей пассажирского транспорта. Сегодня многие просто не хотят идти работать в эту сферу. Марина Горбук, Нурван Кунашев, Виктор Прутков, Миржан Хашгиреев, ТДК-42. Октюбинская область установила антирекорд по росту цен на продукты питания. В больших семьях приходится покупать еду в кредит, чтобы прокормить голодных детей. Об этом рассказали многодетные матери, которые пришли в Акимат. Они требовали встречи с главой региона. Какие проблемы они хотели озвучить Акиму лично и что происходит с ценами на продовольствие, выясняла Лейла Ауесова. Матери-героини, обладательницы золотых и серебряных подвесок, вместе с детьми два часа простояли у стен Акимата. Порядка 30 женщин пытались добиться приема у главы региона. Они заявили, что еще ни разу в жизни не видели он до сына у Розалина. Нас даже на порог не пускают. Мы же не от безделия здесь собрались. Накипело уже. Едва концы с концами сводим. Хотим рассказать о своих проблемах, но наш Аким не выходит к народу. Не желает нас слушать. Многие из них воспитывают детей инвалидов и живут на съемных квартирах. Жалуются, что из-за бесконечного подорожания не могут купить больным детям ни лекарства, ни подгузники. Растут цены и на социально значимые продовольственные товары. Многодетные семьи перешли на режим жесткой экономии. Пособия ни на что не хватает. Продукты в кредит берем. Мы голодаем. Почему власти не контролируют цены? Про одежду и констовары вообще молчим. Детские вещи берем на благотворительных акциях. Картофель 290 тенге за килограмм. Лук 220. Хлеб продают по 130 тенге за буханку. Батон 150. Килограмм сахара 517 тенге. Вкус мяса мы уже забыли. Как нам выживать? Жалобы посетительниц выслушали руководители различных управлений. Глава региона к ним так и не вышел, но прокомментировал наболевший вопрос журналистам. Он до сыну Розалин подтвердил, что продукты действительно подорожали. И власти этого не отрицают. Но в Актюбинской области по сравнению с другими регионами ситуация не самая худшая, заявил Аким. При этом он не считает, сколько денег уходит из его семейного бюджета на питание. По словам Акима, в его семье два человека отвечают за продукты. Мать и супруга. При этом весь свой заработок он отдает жене. И карточкой пользуется она. А по поводу обращения многодетных матерей высказал следующее. Цены высокие. Действительно, для социальных измененных слоев населения, которые вы еще относите к категории на сегодняшний день, к тому, что вы сказали, подошедшие многодетные мамы, для них это действительно очень серьезная проблема. Но каждый случай индивидуальный. Потому что есть действительно люди, которые серьезно страдают от этой проблемы. Есть люди, которые все-таки больше пытаются воспользоваться этой ситуацией. Актюбинская область сейчас лидирует по росту цен на продукты питания. Только за год продовольственные товары подорожали на 18,5%. Первые позиции в этом антирейтинге регион разделил с Туркестанской областью. В Акимате сдерживать цены на овощи, сахар и яйца пытаются за счет стаффонда. Но эти меры имеют лишь временный эффект. Лайла Уэсова, Жамар Кудайбергенов, телеканал ТТК 42, Октюбия. Санврачи назвали причину массового отравления в колледже Рудного Костанайской области. Как выяснилось, возбудителем инфекции стал золотистый стафилококк. А носителями его были сотрудники пищеблока. Выявили проверяющие грубые нарушения по части хранения и приобретения продуктов. Всех получивших отравлений и госпитализированных в больницу студентов уже выписали. Результаты проверки переданы полицейским, так как ими было начато досудебное расследование по факту отравления в столовой Руднинского горно-технологического колледжа. Если к уголовной ответственности поставщика питание не привлекут, ему грозит административный штраф в размере более 700 тысяч тенге. Положительные находки были выявлены у двух поваров и у директора предприятия. В продукции тоже у нас были выявлены и кишечные палочки, значит, были выявлены, и золотистый стафилококк именно в салате из огурцов и моркови. В Костанае частные детские сады не могут работать по старому прайсу. Цены на продукты питания за годы выросли, а вот оплаты нет. Они обратились в Управление образования с просьбой поднять стоимость. Пока вопрос на рассмотрении. Тем временем в дошкольных организациях пытаются кормить детей сбалансированно и по нормам. Но долго они так не протянут, говорят руководители садов. Вопрос подорожания стоимости питания в частных детских садах Костаная остро стоит уже около полугода. Резкий скачок цен на продукты серьёзно ударил по карманам владельцев дошкольных учреждений. Дети хотят кушать каждый день, и мы видим, что продукты дорожают. И мы просто не укладываем стоимость этих блюд. Допустим, взять овощи те же самые, допустим, это самый больной вопрос. Потому что, допустим, стоимость картофеля была в пределах 100 тенге, допустим, в прошлом году. То в этом году она на уровне 200 тенге держится. Капуста, допустим, точно так же. Родители сейчас платят чуть больше 16 тысяч тенге за дошколят в старших группах. В день выходит около 600 тенге. Но прокормить ребёнка пятиразовым питанием на эти деньги становится нереально. Руководители детских садов считают, что выхода два. Либо поднять цены за счёт родителей, а это примерно около 3000 тенге в месяц, либо получить поддержку от местных властей в виде субсидий. Как вариант, предлагали ещё и разрешить закупать социально значимые продукты из ТАП-фонда. И обращались к руководству, к нашему, то есть это городской отдел образования, чтобы нам выделили продукты питания со СтАП-фонда. Потому что на сегодняшний день цены, мы просто не в состоянии уже нормально кормить детей. Правда, пока на встречу поставщикам не пошли. В управление образования же сообщили, что не в их компетенции решать это. А что касается подорожания питания в садах, то этот вопрос сейчас на повестке. В настоящее время просчитывается сумма этого питания. Думаю, на этой неделе эта сумма будет утверждена. И повышение планируем процентов на 15-10-15. В среднем мы планировали 2500. Сейчас ещё просчитывать сумму точно не могу сказать, насколько увеличится. В управлении образования сообщили, что процедура утверждения цен на питание в детских садах займёт минимум два месяца. Как за это время подорожают продукты в магазинах, неизвестно. Но вполне возможно, что к тому времени нынешние расчёты будут неактуальны. Нина Шапо, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТДК-42, Костанай. Экология вновь в центре общественного внимания. Жителями Мангостаусской области обнаружены туши мёртвых тюленей. Сейчас на месте работают специалисты. Что стало причиной гибели тюленей, выясняют не только экологи, но и наш корреспондент. Известие о гибели ластоногих для казахстанского СМИ – обыденность. Но массовая гибель млекопитающих рождает в сознании рядовых обывателей панические чувства. Сегодня общественность была вновь шокирована обнаружением более 20 мёртвых тюленей на месторождении Каражамбас. О данном факте оповещены работники лаборатории института микробиологии и вирусологии, комитета науки МОНРК, а также западно-казахстанское учреждение, институт гидробиологии и экологии. Мониторинг побережья продолжается. Информация будет обновляться по мере поступления. Как мы выяснили, это не первая находка за последнюю неделю. Мало кто знает, но учёные уже занимались исследованием обнаруженных на полуострове Тубкараган пять дней назад 36 туш морских обитателей. Мы отобрали пробы. Большинство трупов были уже в разложившемся состоянии, то есть погибли давно. Мы сейчас же направляемся к месторождению Каражамбас, где был зафиксирован недавний случай подержать тюлени, чтобы провести исследование. По мнению независимых экологов, подобные находки тюлени, раков и рыб происходят ежегодно весной, и это является естественным природным явлением. Однако наличие такого количества туш на одном небольшом участке наводит на мысль о причастии браконьеров. Салтан Тайджанова, Мухагали Нурдаулетов, ТДК-42 из Мангиставской области. Крупную сумму денег пожертвовал бизнесмен из Уральска на лечение девочки, страдающей заболеванием костного мозга и позвоночника. Известный в регионе и за его пределами меценат Серик Мергалиев, который регулярно оказывает помощь уязвимым слоям населения, перевел 1 миллион тенге на банковский счет, открытый для сбора денег. Напомним, 13-летняя Анастасия из Уральска страдает врожденным заболеванием. Помочь ей может только дорогостоящая операция в Израиле. Сумма лечения составляет 72 тысячи евро. Таких денег у родственников девочки нет, поэтому они были вынуждены объявить о сборе средств. О спорте. 11 золотых медалей завоевали уральцы по киокошинкай-карате. Открытый региональный чемпионат состоялся в Костанайской области. Из Западно-Казахстанской области на соревнования отправились 50 человек в возрасте от 5 до 17 лет. Помимо золотых, юные спортсмены удостойны 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. Стоит отметить, что поездка на соревнования состоялась за счет собственных средств родителей каратистов. Выступало 10 регионов, тысяча бойцов было из 10 регионов. В общем командном зачете наша область взяла второе общекомандное место. Уступив Северо-Казахстанскому региону, так как они находились близко, привезли большое количество, 150 бойцов. Но наши 50 бойцов вошли в двойку, показали неплохой результат. Профессиональные услуги по заточке инструментов. Предлагает предприятие в Уральске. Мастерская номер один выполняет заточку всех видов режущих инструментов. Бытовые ножи, ножницы, лопаты, а также инструменты для профессиональных парикмахерских, салонов красоты, медицинских организаций. Работу выполняют квалифицированные, профессионально обученные специалисты на специальном оборудовании. Сроки выполнения работы преимущественно в день обращения клиента. Доставка бесплатная. Стоит отметить, что мастерская принимает желающих на работу и обучение, в том числе людей пенсионного возраста. Цель наша – охватить город, население, предоставлять услуги по заточке инструментов профессиональных и бытовых инструментов. Гарантия того, что будут заточены инструменты очень правильно, выставлен правильный градус, все необходимое. Как с завода идут они, мы все эти по градусам рассчитываем и затачиваем. Мастерская заточки номер один находится по адресу. Проспект Назарбаева, 78, дробь 1, район остановки Старый собор. Для тех, кто стремится к совершенству и уделяет внимание мельчайшим деталям, наслаждается своей красотой. Для тех, кто не хочет отказываться от комфорта, кто любит получать удовольствие и ни на что не променяет домашний уют. В Волтам вас ждет мебель, которая отражает ваш стиль и неповторимость. Это семья Ахметовых. Многие годы они живут на съемной квартире и только мечтают о покупке своего жилья. А это семья Алиевых. Глава семейства Руслан вступил в потребительский кооператив «Рой». И уже через 10 месяцев семья въехала в собственное жилье. Хватит платить за аренду. Станьте членом потребительского кооператива «Рой» и через 18 месяцев вы будете жить в своей квартире. Вступительный взнос – 200 тысяч тенге. Ежемесячный паевый взнос – всего 50 тысяч тенге. Без единоразовой комиссии и процентов. Недвижимость оформляется на ваше имя. Заключайте договор сегодня и становитесь счастливым владельцем собственного жилья. Подробная информация на сайте. Звоните. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ КОМПАНИЯ ДУМАН ТРАНЗИТ Компания Думан Транзит оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова